Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Марина Африкантова передает новости сейшел. В конце месяца участники, кроме Леры Фрост, возвращаются с острова на поляну. Лера остается там за сторожа, а с поляны полетит новый состав. На проект пришла сестра Захара Соленко. Она намерена жестко разобраться с Лизой Трианда Фелиди. Соленко-младшая считает, что прокуренная и гулящая мать-одиночка, к тому же бросившая ребенка на попечение бабушки, это не предел мечтаний для ее брата. У Захары и Лизы дело шло к восстановлению отношений, но затем произошли некоторые события. Лиза приревновала Захара к Майе Донцовой. Захар узнал, что Лиза с Машей Кахно всю ночь разговаривали о том, какой сексуальный секирин. В итоге ребята расстались и Захар летит теперь на остров Клери Фрост. Лиза Полыгалова опубликовала фотографию со своей дочкой, крестной, правда. Это ее племянница. Лиза расстраивается из-за того, что ей придется опять уехать на проект, и она не сможет наблюдать, как девочка растет и всему учится. Саша Черно рассказала о том, что мама Иосифа Аганесяна хочет собрать парня с проекта. Ее не устраивает место, где он находится, а также не нравится девушка сына. В телефонном разговоре она сказала, что хотела бы невестку худую и красивую, но все-таки мешать строить отношения сыну она не будет. Как и стоило ожидать, Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров опять вместе. Ольга Бузова публикует кадры с новой съемки в очень необычном образе. Также Бузова опубликовала видео с капельницей. Ей прокапали витамины. Такие процедуры необходимы Бузовой, чтобы выдерживать напряженный график работы. Бывший муж Ольги Дмитрий Тарасов опубликовал первое совместное фото с Анастасией Костенко. Полуобнаженная парочка отдыхала в бане. Курбан Амаров пообещал щедрое вознаграждение в 10 тысяч долларов тому, кто найдет обидчицу Ксении Бородиной. Из-за неизвестной девушки Бородина оказалась в непростой ситуации. В одном из инстаграм-сообществ появился ее реальный номер телефона. И теперь Бородиной, по всей видимости, придется приобрести другой. Женя Феофилактова очернила своего бывшего мужа. Она рассказала журналистам, что Антон Гусев уже два месяца не интересуется ребенком и не помогает ему материально. Женя подает в суд на алименты. Гусев оправдывается. Женя тот человек, который будет всю жизнь чем-то недоволен. Она уже не знает, как еще попиариться. Антон сказал, что действительно видел ребенка только один раз за последний месяц, потому что он очень занят. Он занялся новым делом, оно приносит ему доход в размере 100 тысяч рублей ежемесячно. Также Гусев планирует открыть свой бутик. А лицом своего бренда он хочет сделать Даниэля. Как вы помните, недавно Ольга Васильевна Гобозова поведала миру о том, что ее сын и Алиана разводятся. Она написала на своей странице в соцсети, что супруги уже подали заявление на развод и на определение места жительства ребенка. Ольга Васильевна написала, что Алиана плохая мама. Она не уделяет внимания сыну, проводит все свободное время в гулянках со своей подругой Ирэн Ромакаевой. Также у Гобозовой проблемы со здоровьем, что тоже будет учтено при рассмотрении заявления в суде. Бабушка с дедушкой хотят лично приехать на заседание. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.